Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя встреча у нас посвящена кадровому блоку. Смотреть мы ее будем на примере демо баз ERP и ZOOP. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам оказалось неудобно время проведения вебинара или вы не смогли досмотреть его до конца, то через некоторое время мы выкладываем на сайте записи наших вебинаров, приглашаем вас их посмотреть. Возможно, вы найдете что-то еще для себя интересное. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. Контакты вы тоже видите на экране. Итак, мы начинаем. Программа нашего сегодняшнего вебинара – это подбор персонала, то есть это отдельный блок в ZOOP. Как с ним работать, как настраивать. Поговорим, какие возможности есть у этого блока. И поговорим про несколько более специфичных функций – это согласование вакансий, отчеты руководству, оценка эффективности кадрового рекрутера. Отчетов у нас здесь много, красивых, с графиками, с диаграммами и так далее. Ну и поговорим немножко про дополнительные сервисы. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Мы с вами нормативную информацию или наиболее, ну скажем так, важную функцию будем смотреть по слайдам. И будем переключаться по ходу встречи на демо-базы. Сейчас вот я переключусь. Это у меня открыта демо-база ZOOP. И мы будем смотреть еще демо-базу ERP. То есть будем переключаться между конфигурациями, смотреть, где отличаются наиболее такие, ну, моменты, которые вызывают больше всего вопросов. Сейчас мы снова переключимся на наши слайдики и поговорим вот о чем. То есть, в принципе, вы все знаете, что в этом году, ну, фактически, революционного изменения было и налогового законодательства, ну, и, соответственно, других разделов учета. И, естественно, увеличились штрафы за несоблюдение каких-то нормативов. И большое внимание было уделено тем разделам, которые, в принципе, раньше, ну, скажем так, либо по остаточному принципу выполнялись, либо некоторые предприятия вообще не вели. А сейчас, когда вводятся серьезные штрафные санкции, мы про это поговорим поподробнее, чтобы не попасть на штрафы из-за того, что не хватило времени на какую-то нормативную информацию. Ну, во-первых, нужно сказать, чем отличаются ZOOP и ERP. То есть, ERP – это комплексная программа, которая содержит все разделы учета. В ней можно ввести и учет кадров, и учет начисления заработных плат и налогов. Ну, и, соответственно, фактически это такая комплексная программа, которая охватывает и производство, и все учеты. Налоговый, бухгалтерский, оперативный. ZOOP – более специфичная программа. И, в принципе, если у вас, например, большой штат сотрудников, или требуется выполнение каких-то сложных расчетов, естественно, более эффективно работать в ZOOP, потому что все-таки ERP достаточно тяжелая программа в смысле и размера, и быстродействия. И, соответственно, если у вас, например, идут расчеты изделий, заработков, расчеты, какие-то сложные расчеты с учетом комиссионных и так далее, она будет чуть-чуть медленнее работать. И еще один момент важный, что изменения, которые вносятся, вносятся в первую очередь в ZOOP. И уже с небольшим опозданием, ну, обычно это недели, дни 10, они появляются уже в других конфигурациях, соответственно, и в ERP, и в бухгалтерии. Вот. Поэтому, когда принимают решение про вопрос «что применять», то вопрос ставится о быстродействии, о количестве пользователей, который будет и так далее. Практически ZOOP содержит полностью функционал, который есть в блоке 1С ZOOP, профверсия. То есть у нас есть ZOOP обычный, ZOOP проф и ZOOP корп. Разница между ZOOP проф и ZOOP корп состоит в том, что ZOOP корп предназначен для ведения учета у предприятий, в которых есть обособленные подразделения, что выделены на отдельный баланс, что не выделены. Все остальные блоки практически идентичны, и если чуть-чуть отличаются, то отличаются за счет компоновки, то есть размещения некоторых блоков. А в остальном, в общем-то, функционал идентичен. Первое, о чем мы поговорим по поводу кадрового учета и учета работы с персоналом, это то, что, например, если вы установили у себя ZOOP и начинаете вести учет, то здесь нужно быть очень внимательным и вносить всю информацию, которая у вас есть, не пропуская никаких полей. И второй момент, при установке нужно обращать внимание, будете ли вы работать с кадровым подбором, то есть подбор сотрудников. Почему? Потому что сейчас мы с вами переключимся на демо-базу ZOOP, и я покажу, так сказать, наглядно, потому что здесь зависит от прав, которые устанавливаются для ваших работников. Ну и, соответственно, если вы можете самостоятельно это сделать, то вы назначаете права сотрудникам. У кого-то будет доступ к блоку подборок персонала, у кого-то нет, то есть, соответственно, в зависимости от этого будут немного различаться интерфейсы. Вот сейчас мы с вами переключаемся на ZOOP. Так, сейчас. И здесь у нас вот какой момент важно понимать. Когда вы настраиваете права, допустим, для пользователей, у вас может быть не установлен флажок подбор персонала. То есть вот этого пункта подбор персонала у вас может не быть. То есть это значит, что он просто не активирован, и активацию этого раздела надо будет сделать. А в бухгалтерии, например, там весь функционал доступен сразу, мы сразу видим все функции, которые могут быть в программе. А в ZOOP и ERP немножко другая система, поскольку здесь много блоков и много разных справочников, то часть из них изначально не активирована и требует дополнительной активации. Ну, особенно наглядно это видно на примере воинского учета. Мы про него тоже сегодня поговорим, потому что сейчас ситуация с воинским учетом достаточно напряженная. По всем остальным, по налоговому учету, по бухгалтерскому учету уже озвучены все штрафные санкции и, в общем-то, очень высокие штрафные санкции. А вот по поводу воинского учета, это было немножко, так сказать, ну, не завуалировано, а просто многие предприятия, особенно где женские коллективы, вообще относились к воинскому учету спустя рукава по остаточному принципу. Вот чтобы не было такой ситуации, я вас попугаю сегодня новыми санкциями, которые приняты думой уже во втором чтении и, соответственно, в ближайшее время будут уже готовы к применению. Значит, сейчас у нас с вами открыта зарплата управления персоналом и здесь, как вы видите, есть режим настройка. То есть в основном настройки выполняются через этот режим и активация, допустим, каких-то дополнительных опций, тоже происходит из этого режима. Если у нас мы с вами говорим про ERP, сейчас я переключусь в ERP, то здесь абсолютно такая же ситуация. И, например, вот настройки, которые здесь есть два типа настроек, то есть сначала общие настройки, которые зависят от того, как вы будете функционировать в этой программе, то есть вести учет по одному юрлицу или вести учет по нескольким юрлицам. От этого будет зависеть соответственно интерфейс. В ERP настройки выполняются в основном через раздел НСИ и администрирование, и более тонкие настройки выполняются уже в соответствии с разделами, которые вы выбрали для использования. На что в первую очередь нужно обратить внимание, особенно если вы, например, только начинаете вести учет, это на то, какая у вас версия, то есть какой релиз программы. Посмотреть его во всех конфигурациях можно вот по такой пиктограммке, и когда открывается выпадающее меню, мы выбираем пиктограммку из точки, то есть информация, и смотрим сведения про нашу программу. То есть вот мы с вами на данный момент находимся, платформа у нас вот такая, 8.3, и конфигурация ERP управления предприятием 2.5.1287. То есть это одна из последних конфигураций, хотя сейчас есть уже и 2.5.13 и так далее. Почему это важно? Потому что, ну, во-первых, исправлены некоторые ошибки, которые встречались в более ранних версиях, а во-вторых, уже вся регламентированная отчетность здесь сформирована с учетом нынешних требований, то есть там, где приняты новые формы отчетности, там декларации, например, или расчеты, они здесь уже имеются. И вам не придется вручную редактировать, например, готовую декларацию. Абсолютно такая же ситуация у нас и в зарплате, то есть вот у нас такая же пиктограммка, и вот мы можем по этой пиктограммке вот так вот посмотреть, какая у нас конфигурация и какой релиз программы. То есть мы будем с вами смотреть на 3.1.25.40. Это тоже один из последних релизов, так что мы с вами на актуальных программах будем смотреть информацию. И что касается активации дополнительных блоков, то есть вот в ERP, например, мы выбираем НСИ и администрирование, и поскольку воинский учет – это кадровый, раздел «Работа с кадрами», то мы переходим с вами вот в этот раздел «Кадры». Видите, где у нас стоит заголовок «Настройки НСИ» и «Разделов». То есть вот в этом разделе у нас находятся грубые, если можно так сказать, настройки блоков, а более тонкие, как я уже говорила, в подразделах. То есть в меню «Кадры» мы сразу попадаем вот в такой интерфейс, и здесь, как вы видите, есть неотмеченные флажки, то есть вот такие зеленые галочки, чекбоксы. Соответственно, надо выбрать то, с чем вы де-факто будете работать. И если мы спустимся немножечко пониже, то вот у нас здесь есть настройки воинского учета, то есть отдельный раздел. И здесь мы уже проставляем флажки, которые соответствуют вашим реалиям. То есть, во-первых, флажок воинский учет должен стоять обязательно. И, во-вторых, если у вас будут сотрудники, которые подлежат бронированию, например, по специальности или еще по каким-то признакам, то вы должны проставить еще вот здесь флажок. Ведется учет бронирования граждан на период мобилизации. В ЗУПе точно такая же система, абсолютно точно такие же флажки. И здесь надо помнить вот о чем. Вот этот флажок, ведется воинский учет, добавляет нам одну отчетную форму, которую мы должны сдавать ежегодно. А вот этот второй флажок нам добавляет еще две отчетных формы. Естественно, их нужно сдавать своевременно и заполнять полностью все, что требуется при приеме, при увольнении сотрудника. Как только мы проставили вот такие флажки, у нас в самой конфигурации появился, точнее в учетной политике, появился блок, который нам надо настроить. Эти блоки тоже, они одинаковые и в ERP и в ЗУПе, поэтому мы будем переключаться то туда, то сюда, чтобы было более понятно, в чем разница. И на самом деле здесь только компоновка, куда включен тот или иной отчет, и что отсутствует. При переключении, то есть первоначально мы поставили отметочку про воинский учет и перешли в меню организации. Мы поговорим об этом поподробнее немножко позже, когда будем рассматривать каждый блок в отдельности. Но вот на данный момент, допустим, я задавала настройку, что у меня ведется мультифирменный учет, то есть у меня будет много юрлиц, вот список, то есть мы с вами сейчас перешли в журнал юридических лиц. И на примере вот первой попавшейся, кто нам здесь в этом списке попался, мы открываем карточку предприятия. И как вы видите, у нас здесь есть закладка учетная политика и закладка зарплаты и кадры. Ну, соответственно, предполагаем, что эти закладки у нас уже заполнены, то есть они нас не интересуют, а вот это вновь появившийся раздел воинский учет. И на зубе у нас такая же ситуация, я сейчас не буду переключаться, потому что на зубе мы будем чуть-чуть поподробнее смотреть, и тогда я уже переключусь туда. После того, как мы сделали первоначальные настройки и активировали нужные нам блоки, мы можем с вами шагать дальше. и сейчас мы с вами переключимся на зуб, зарплату управления персоналом, и вот у меня сейчас тут как раз блок воинского учета, который в учетной политике. Он выглядит вот таким вот образом. Мы его сейчас закроем, поскольку нам это пока не нужно. и перейдем в блок подбора персонала. Как вы видите, у нас блок подбора персонала имеет некоторые позиции, выделенные жирным шрифтом, ну и, соответственно, другие, которые обычным. То есть это у нас либо рабочие места, либо помощники, ну и, соответственно, здесь собраны все возможности. Сейчас мы перейдем к нашим слайдикам. Я хотела бы вам показать пару минут несколько нормативной информации. То есть в зубе у нас есть возможность вести учет по согласованным вакансиям. Это очень удобная функция. И, соответственно, предполагает, что ответственность в этом случае у нас возлагается и на сотрудника, который заказал эту вакансию, и, соответственно, уже во вторую очередь на менеджера по подбору персонала. Значит, что у нас здесь есть? Во-первых, самое важное изменение, которое было, ну, правда, уже не слишком, не слишком недавно, но еще с позапрошлого релиза действует, это то, что мы имеем возможность во-первых, вести работу по вакансиям, то есть согласовывать должности, а во-вторых, то, что у нас появилась возможность не создавать справочник физических лиц, как мы делали раньше, а при работе с кандидатами мы используем справочник кандидаты, а не физические лица. То есть у нас с вами не перемешиваются эти понятия. И вот сейчас вы видите на экране карточку, это подбор персонала по созданию должности, по описанию. То есть если создает какой-то руководитель подразделения должность, то он должен дать информацию по вот таким вот закладочкам, то есть обязанности и требования, которые предъявляются к этой позиции. Соответственно, и еще один, это требования к квалификации, к образованию. И на каких условиях требуется сотрудник. То есть, как вы видите, все достаточно удобно. И согласование производится по кнопочке «Согласовать». То есть, в принципе, тоже ничего трудоемкого или архисложного в этом нет. То есть, вам поступило описание должности, вам поступила заявка от конкретного сотрудника, и конкретный руководитель согласовал, что да, именно такой человек, именно на таких условиях нам нужен. То есть, мы в этом случае заполняем карточку «Профиль должности». Делает обычно это менеджер по персоналу. И, соответственно, здесь не только описание самой должности приводится, то есть, мы делаем профиль должности, и мы создаем этапы работы с персоналом. Вот вы сейчас видите комбинированную картинку, комбинированный слайд, то есть, по кнопочке «Добавить» мы можем добавлять этапы, то есть, первичный контакт с человеком, собеседование, ну, то есть, вот у меня уже готовый список, и, соответственно, по кнопочке «Создать» здесь же мы можем вводить какие-то новые этапы, и, соответственно, выводить из обращения «Старое». То есть, мы вот здесь, вот если проставляем чекбокс, то уже возвращаться к этой записи, к этому этапу в дальнейшем не планируется. То есть, вот сейчас вы видите скрин экрана, то есть, это раздел «Подбор персонала» и раздел «Кандидаты». То есть, мы заполнили вакансию, сейчас мы переключимся в саму конфигурацию. Вот она у нас, «Подбор персонала». И в «Подборе персонала» у нас есть вакансии, «Кандидаты», «Поиск резюме», соответственно, используя и возможности сайта «Работа.ру», и возможности других сайтов. И можем планировать свой день. То есть, вот функция «Мой календарь» тоже достаточно удобно. И в отдельный режим у нас выведено согласование вакансии. Как я уже сказала, то есть, это должна быть разработана местными, вашими конкретно локальными актами, процедура, кто отвечает, в какой срок и так далее. То есть, после того, как мы зашли в вакансию, выглядит это вот таким образом. Значит, у меня организация, которая имеет два филиала. То есть, вот филиал в Волгограде, филиал в Калининграде. И, соответственно, когда мы имеем филиалы, они у нас обозначаются как отдельное юрлицо. А когда у нас есть подразделения какие-то внутренние, ну, там, например, производственное подразделение, логистика или еще какие-то, то они у нас будут находиться в составе основного юрлица и будут уже как подразделения учитываться, то есть и персонал по подразделениям и начисление заработной платы и так далее. Вот вы видите у нас то, что существует для головного юрлица и, соответственно, сколько вакантных ставок у нас есть. Вот здесь нужно учитывать отличия, которые у нас есть между ЗУПом и между ERP. В ЗУПе мы можем отключить введение штатного расписания в ERP, оно не может быть отключено, то есть это тоже надо будет учитывать. И вот теперь переходим, если можно так сказать, к самому вкусненькому, то есть к работе, к работе со справочником кандидата, то есть здесь, в принципе, мы с вами можем заполнять обычные сведения, которые заполняются про любого сотрудника и использовать кадровые мероприятия, прием, увольнение, перемещение, ну, то есть работу с физическим лицом у нас, когда оно уже прошло этап собеседования, принятие на работу и уже является не кандидатом, а сотрудником. Естественно, мы можем добавлять сюда какие-то файлы, то есть фотографии, может быть, еще какие-то данные, допустим, конкретное режиме, если это прислано с какой-то сторонней, со стороннего информационного ресурса и так далее. И вот обратите внимание, у меня здесь заполнены не все поля, то есть программа даст вам записать такого сотрудника или такого кандидата без вот этих вот позиций, но, естественно, когда вы будете выводить отчеты по сотруднику или какие-то регламентированные отчеты, вам придется либо руками в режиме ручного редактирования исправлять в итоговом документе вот эти незаполненные поля придется ручками прописывать уже в готовом документе, либо, соответственно, возвращаться вот в карточку кандидата или сотрудника и уже дозаполнять ее позже. Почему это важно? Потому что вы будете составлять разные отчеты и, допустим, если у вас воинский учет, будет это учет военкомат и персонифицированные сведения, когда уже у вас кандидат перешел в разряд сотрудников. Ну, то есть это вы себе добавляете дополнительные работы. Обычно ее приходится делать в самые напряженные моменты, когда идет формирование отчетности или у вас запросили какую-то информацию и так далее. А так мы последовательно заполняем все поля. То есть если у нас вот такой интерфейс, то мы вот по такой ссылке, выделенным синим текстом, можем перейти и, естественно, либо что-то подкорректировать, либо добавить какую-то информацию. И вот опыт работы мы здесь можем заполнить и работу с кандидатом. То есть видите, этапы работы, которые мы смотрели, справочник отдельный, у нас здесь уже в качестве внесенной информации фигурирует. Самое приятное, что здесь есть, то есть мы можем сразу видеть, кто создал эту вакансию, какой отдел требуется данный сотрудник, и уже рассматривать кандидатов предметно и не вспоминая, особенно если это большое предприятие и большой штат сотрудников, не вспоминая, господи, а мы кого принимаем, технолога или дворника. Так, это мы сейчас с вами закрываем и переходим с вами вот к чему. Снова меню персонал, снова кандидаты. Вот поиск режима мы не будем с вами смотреть, потому что у нас демонстрационная база, соответственно, выход на сайты к ней не подключен. И про согласование вакансии пару моментов. То есть вот вы получили заявку и получили, мы уже смотрели слайд вот с таким интерфейсом, собственно говоря, и получили возможность согласовать каких-то кандидатов, которые уже подали про себя сведения, прошли, например, собеседование и так далее. То есть это, в принципе, тоже удобно, потому что есть много отчетов, мы к ним попозже немножко вернемся, в которых указывается та информация, которую вы разместили в карточке кандидата. Еще раз напоминаю, кандидаты это отдельный справочник, физические лица это отдельный справочник и сотрудники это еще один справочник. Сейчас мы с вами вернемся к слайдам. Вот практически тот слайд, где мы сейчас с вами только что были, отражает снимок экрана. И дальше по поводу хранения личных данных, как я уже сказала, это теперь новый справочник, личные данные кандидата, и в нем в обязательном порядке указывается перечисленная ниже информация. То есть, соответственно, здесь еще один такой приятный момент, что справочник личных данных кандидатов, то есть справочник кандидатов, по нему есть отдельная отчетность, и даже если мы, например, поговорили, пообщались с сотрудником, провели все кадровые мероприятия с ним, но, например, на работу взяли другого человека, остановили выбор на другом кандидате, то у нас информация сохраняется, и если возникла повторная необходимость, мы можем обратиться к тем кандидатам, которые уже в этом справочнике хранятся, и выбрать кого-то, если возникла необходимость либо еще одного кандидата набрать, либо заменить претендента по каким-то причинам, мало ли человек, либо не смог, либо не захотел, то есть мы можем вернуться к другим кандидатам на эту должность и не терять повторное время на подбор персонала, на поиск по сайтам и так далее. И есть еще одна приятная фишечка, вот сейчас мы посмотрим вот такую табличку, значит мы можем отдельно хранить сведения про кандидата, то есть его личные данные, и хранить информацию по поводу того, как он к нам попал, ну то есть отклик на вакансию. То есть мы берем вакансию, это у нас отдельный справочник, как мы уже сказали, например, тестировщик или программист, то есть человек откликнулся сразу на две вакансии. И после этого вот у нас один кандидат, то есть у него может быть несколько специальностей, могу копать, могу не копать. И соответственно, вот он уже у нас справочник физические лица, но человек появляется в справочнике физические лица только после того, как мы приняли его на работу. То есть он появляется в справочнике физические лица, и после этого оформляется процедура уже принятия на работу, то есть приказ о приеме на работу и соответствующие телодвижения. Значит, кроме того, что у нас в разделе подбор персонала, сейчас снова обращаемся к ЗУПО, к конфигурации подбор персонала, у нас здесь есть еще отчеты. То есть видите, вот раздел, есть отчеты, и сейчас снова переключимся на слайдик. Появилась еще одна интересная возможность, у нас теперь появился отчет, воронка подбора персонала. То есть это интересный отчет, и мы про него сейчас тоже поговорим. То есть он позволяет оценить и эффективность подбора, ну и если говорить честно, то уже квалификацию сотрудника по подбору персонала, ну то есть этот отчет позволяет достаточно много разных комбинаций выдать. Ну вот в частности, подбор персонала, видите, синим это то, что произошло успешно, а красным это то, что по какой-то причине было не очень успешным. И мы можем посмотреть статистику, и здесь еще есть возможность группировать. То есть группировать по любым признакам. Что такое группировка? Это мы фактически складываем в какую-то папочку. То есть по гражданству, например, по источнику информации, по ответственному, который работает с этим блоком, по полу, то есть мужчины и женщины, состоящие и не состоящие в браке. Ну то есть на самом деле достаточно много вариаций, по которым можно сгруппировать кандидатов. Ну и как вы видите, здесь достаточно красочный интерфейс, и в общем-то обычно цветовая палитра дает больше возможностей и лучшее запоминание, лучшее ориентирование. Потому что все-таки это уже творческий, так сказать, подход. Вот. А вот теперь мы с вами поговорим про другую интересную тему. То есть у нас штрафные санкции действовали за нарушение правил работы со спецоценкой уже достаточно давно. Но сейчас просто произошло много достаточно изменений и в налоговом учете, и в других нормативных актах. И соответственно штрафные санкции были усилены. Как я уже говорила, и по воинскому учету, и в этом случае по спецоценке. То есть ее ни в коем случае не сейчас сбрасывается счетов, и при помощи ЗУПа мы можем спецоценку, ну, в общем-то, очень красиво и корректно обрабатывать. А штрафные санкции, если мы что-то забыли или что-то не сделали, достаточно существенные. То есть вы видите, что за непроведение работ по спецоценке или нарушение правил ее проведения штрафные санкции на должностных лиц составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Это если первый раз такое нарушение выявлено. Для эпистов это от 5 до 10 тысяч, то есть одинаковые условия. А вот на юридических лиц, как вы видите, от 60 до 80 тысяч рублей. То есть это если у вас спецоценка проведена с нарушениями, например, неаккредитованной организации, либо вы вообще забыли про такое волшебное слово, как спецоценка. Вот. Если такое нарушение обнаружено повторно, то, соответственно, увеличиваются и штрафные санкции, и вводится уголовная ответственность. То есть для должностных лиц штраф составит уже от 30 до 40 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от 1 до 3 лет. Для эпистов у нас в этом случае будет действовать штраф от 30 до 40 тысяч рублей, или приостановка работы на срок до 90 суток, то есть на 3 месяца. И для юридических лиц штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, или остановка работы предприятия на срок до 90 дней, то есть до 3 месяцев. В сочетании с требованиями трудовой инспекции и штрафными санкциями от них получаются в общем-то очень затратные нарушения. Еще один момент это вот по охране труда, какие настройки мы должны провести, настройки я уже говорила у нас вот меню, для того, чтобы в программе в ЗУПе все корректно работало. То есть мы, во-первых, должны проставить чекбокс, что у нас ведется специальная оценка, что мы все делаем правильно. Ну, соответственно, остальные чекбоксы мы проставляем, если это для нас имеет значение, если у нас это есть. Ну, то есть вот контролировать уникальность номеров рабочих мест у меня проставлено, но это не все предприятия применяют. Хотя, если проводится спецоценка аккредитованной компанией, грамотными сотрудниками, то это тоже должно соблюдаться. И дальше, собственно, те флажки, которые нам нужны. Во-первых, обязательно надо проставить флажок, вести учет инструктажей по охране труда. То есть, это ведение журналов и, соответственно, автографы сотрудников. Ну, и по медосмотрам, если ваша производственная цепочка этого требует, если, например, у вас есть должности, которые обязательно и медосмотры попадают, то вы здесь должны проставить тоже чекбокс. Следующий момент, что он не совсем касается подбора персонала, но он касается, в общем-то, дальнейшей корректной работы блока по расчету заработной платы. То есть, с этого года у нас раньше задавалась эта настройка, когда мы запускали программу, то есть, соответственно, заполняли учетную политику. В этом случае у нас была возможность, когда мы выплачивали авансы, указать либо фиксированную сумму, либо процент от тарифа, то есть, например, 40% от оклада. Но в связи с тем, что у нас в этом году произошли изменения, то есть, в этом году у нас НДФЛ считается с выплат, то есть, из авансов, из начисления заработной платы. Раньше это делалось только один раз в конце месяца, а сейчас практически два раза и с аванса, и с итогового начисления. и в этом случае, если вдруг вы забыли о том, что такая настройка в учетной политике действует, то разработчики эту вашу забывчивость компенсировали. Даже если вы не сняли флажок о том, что начисляется или не начисляется НДФЛ с авансов, то с 2023 года, независимо от того, какие у вас стоят флажки, налог удерживается автоматически при выплате зарплаты. То есть, когда вы создаете ведомость на выплату зарплаты, НДФЛ будет удержан в принудительном порядке. Это небольшое такое отступление, то есть, не совсем оно касается приема сотрудников, то есть, поиска сотрудников, но тем не менее, про это надо помнить, потому что настройки, которые касаются именно функционирования программы, нужно проверить. Чем хорош, чем хороша конфигурация зуб, это тем, что первоначальной настройки достаточно много и нужно четко понимать, какие из них нужно делать, какие не нужно делать, то после этого расчет заработной платы или кадровые мероприятия, то есть, например, приемы, увольнения сотрудников практически происходят в автоматическом режиме, и бухгалтер больше, наверное, роль диспетчера выполняет, то есть, какой блок запустить, чтобы была корректная информация. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание на то, что первоначально справочники надо заполнять максимально полно все информации, которые у вас есть и про кандидата, и про сотрудника, чтобы потом не пришлось редактировать уже отчетные документы. А вот теперь я вас немножечко попугаю по поводу военкоматов. Ну, на самом деле не попугаю, естественно, это реалии нашей усилии, но настоятельно рекомендую обратить внимание на воинский учет, потому что вот вы видите, во втором чтении в Госдуме были внесены изменения в кодекс об административных правонарушений за неоповещение или неявку в военкоматы. Соответственно, если учесть, что сейчас новый отчет ЕФС-1 в части кадровых мероприятий, то есть раздел 1.1 заполняется не позже следующего рабочего дня, а после проведения кадрового мероприятия, то бишь прием, увольнение сотрудников. То есть по этим мероприятиям кадровый работник должен подать сведения в налоговую инспекцию на следующий день. И, соответственно, в этом случае уже сроки, когда считается не обовещение или не явка военкомат, скажем так, уже очень критичные и очень сжатые. То есть раньше, например, в военкомат нужно было подать сведения аналогичные СЗВТД в течение двух недель, то сейчас этот срок изменен на пять суток. То есть ЕФС-1 мы должны подать на следующий день, а военкомат отчитаться в течение пяти дней. И, соответственно, планируется, что будет внесена статья о неисполнении обязанностей по воинскому учету. То есть ответственность будут нести и кадровые работники, которые не сообщили или не вовремя сообщили о движении кадров, и, соответственно, сами люди, потому что должны контролировать своевременность по таче таких сведений. Ну, например, неявка гражданина без уважительной причины в то время, которое в повестке указано. Либо если это распоряжение прибыть к месту сбора, например, то в этом случае штрафы от 40 тысяч до 50 тысяч. Обратите внимание, раньше это было 3 тысячи, то есть, соответственно, 50 тысяч и 3 тысячи в общем-то достаточно сильно отличаются нынче. За несообщение гражданинам военкомат об изменении семейного положения, например, об окончании учебы в учебном заведении, месте работы или должности, а также, если он переехал на какое-то новое место жительства и не поставил известность военкомат, будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч. То есть, как вы помните, когда у нас были объявлены мобилизационные мероприятия, было достаточно много, к сожалению, сотрудников, которые быстренько ломанулись осваивать Среднюю Азию и так далее. Столько же придется заплатить при несообщении сведений о выезде из страны на срок более 6 месяцев или въезде в страну и неявка в военкомат, установленный федеральным законом срок. То есть, в этом случае штрафы будут такие же от 10 до 20 тысяч. Ну и, соответственно, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан, для обычных граждан это составит 25 тысяч рублей, было 500 рублей. То есть, соответственно, очень большая разница. Для должностных лиц это будет до 50 тысяч рублей, было до 1 тысячи рублей. И для юридических лиц до 400 тысяч рублей, а было 20 тысяч рублей. То есть, согласитесь, 400 тысяч, это уже очень весомая сумма. Кроме этого, не оповещения военкомата, а выезды в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе неподтвержденного регистрации, будет грозить штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. То есть, в этом случае, как вы видите, штрафные санкции очень серьезные, и поскольку это уже законопроект, который принят Госдумой во втором чтении, то, соответственно, в ближайшее время это уже будет претворено в жизнь, и, в общем-то, вот такие очень крупные суммы предполагаются за нарушение или за отсутствие воинского учета. Поэтому, как вы понимаете, воинскому учету и в программах уделено большое место, ну и, соответственно, очень много про это и пишут, все информационные ресурсы и юридические, и не только юридические. То есть, на это надо обращать особое внимание. И еще один вид штрафных санкций. То есть, если мы обращаем внимание на основания, по которым может попасть под штрафные санкции юридическое лицо или его руководство, то в этой связи кодекс может быть дополнен статьей 19.38 не оказания содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. То есть, это как раз таки ситуация, которую мы наблюдали, когда были, когда была объявлена прошлая мобилизация. По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, карается для должностных лиц до 80 тысяч рублей, а для юридических до 500 тысяч рублей. То есть, поскольку у нас сейчас в общем-то начинают рассылать, начинают вводить в действие электронные повестки, то соответственно и для кадровика, и для руководителя в общем-то риск не исполнения оповещения поднимается в общем-то до очень больших высот, потому что штраф 500 тысяч, допустим, небольшое предприятие, в котором там 10-20 человек, в общем-то заплатить может с очень большим напряжением. Поэтому нужно обращать внимание именно на то, что у нас предлагает программное обеспечение, ну то есть там, где можно поставить календарь, сроки оповещения и так далее. И еще один момент немножечко может быть не совсем прямо связанный с нашей темой, но сейчас очень бурно внедряется электронный документооборот, как вы знаете, очень многие налоговые документы, в общем-то именно в формате электронного документооборота функционируют. Вот с марта этого года у нас вводится электронный документооборот, то есть цифровые формы формата документов, которые связаны с грузоперевозками, то есть договор, фрахтования, заказ на перевозку, путевой лист и соответственно в этом случае мы вынуждены их применять, хотим мы этого или не хотим, ну вот конкретно пример это по НДСу обмена электронными документами в обязательном порядке, по ЕФС-1 в электронном виде мы тоже в обязательном порядке должны обмениваться и так далее. Для того, чтобы это было полностью оформлено легитимно, мы должны такие изменения вносить в учетную политику. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши демо-базы и учетную политику посмотрим и в ЗУПе и в ЕРПе. Значит, соответственно, сейчас мы с вами переключились на ЗУП и в этом случае учетная политика у нас находятся карточки юридического лица. И соответственно, мы должны в настройках внести изменения. Вот это у меня раздел предприятия и меню организации. Я выбираю, ну, любую выбираю. и у меня, видите, есть вот такой перечень, что мне доступно. И здесь у нас есть закладочка учетная политика и другие настройки. В этом случае, ну, допустим, я перехожу в учетную политику и у меня есть здесь закладочки по учету НДФЛ, пособия социозащита и расчет заработной платы. То есть, соответственно, я должна внести изменения в учетную политику, то есть документ, который мы в письменном виде выпускаем и которые должны быть утверждены приказом за конец месяца, то есть обычный приказ об утверждении учетной политики делается декабрем и вводится в действие с первого января. Вот здесь обратите внимание на одну тонкость, то есть в принципе-то ее все давно знают, но бывает, что упускают какие-то моменты из вида. То есть приказ об учетной политике должен быть датирован декабрем и введен с первого января следующего года. То есть, например, на 23-й год учетная политика у нас должна была быть утверждена не позднее 31-го декабря 22-го года. И ввести в действие мы ее должны были с первого января 24-го года. И если я приказ об учетной политике датирую первым января этого года, то действовать у меня эта учетная политика начнет только со следующего года. И, соответственно, у меня будет нарушение, которое, в общем-то, может не испортить жизнь достаточно основательно. В ERP у нас немножко по-другому выглядит интерфейс, но, в принципе, сведения мы туда выносим те же самые, что и в ZOOP. То есть, у меня в этом случае в разделе NC и администрирование тоже есть раздел NC, то есть нормативно-справочная информация. И в меню организации я получаю список своих юридических лиц. Если я захожу в любую первую попавшуюся, то вот моя карточка организации. И, соответственно, здесь у меня тоже есть закладочки. И закладочка учетная политика и налоги, и закладочка зарплата и кадры. И здесь в учетной политике я тоже по гиперссылкам проваливаюсь и ставлю те настройки, которые нужны. И, соответственно, указываю документы, которые у меня должны быть приняты, вот то, что мы с вами поговорили. И есть у меня, видите, вот здесь еще возможность добавить, если у вас, например, ваша организация является резидентом особо экономической зоны или какие-то другие есть льготные моменты, я должна их тоже указать. И вот здесь обратите внимание, есть небольшая тонкость, то есть в ЕРП в отличие от бухгалтерии у нас настраивается учетная политика как самостоятельный документ. То есть если в бухгалтерии у меня есть юрлицо и для каждого юрлица я должна составить свою учетную политику, то в ЕРП я могу составить учетную политику как самостоятельный документ и затем если у меня например есть два или несколько юридических лиц, которые применяют одинаковую учетную политику, то я должна просто выбрать уже составленную учетную политику. В этом случае мне не нужно будет ее дополнительно еще раз записывать. Но опять же обратите внимание, вот я в своей демо-базе не заполняла определенные поля. Ну не заполняла я их совершенно по конкретной причине, потому что это демонстрационная база и данные у нас ну скажем так виртуальные, то есть придуманные. Поэтому естественно я не могу использовать сервис проверка контрагента. а проверка контрагента мне дает возможность. Я вношу ИНН и используя вот такую пиктограммку перехожу в режим, когда автоматически заполняются все сведения про юрлицо с таким ИННом. И я в этом случае уже могу не беспокоиться, что я либо неправильно написала наименование, либо неправильно указала должностных лиц и допустим название должностей. То есть у нас это все уже заполнено по регистрационным данным. И соответственно мы проверили и все, что требуется по учетной политике и в отношении бухгалтерского учета и кадрового. То есть мы сюда заполнили правильно. Еще две тонкости по воинскому учету и по сведениям, которые мы подаем в ЕФС-1. Это отчетность налогового органа. То есть мы учетную политику сделали, проверили, составили, утвердили приказом, то есть все хорошо, мы зайчики. А теперь про воинский учет. То есть сам по себе воинский учет требует от нас, чтобы мы заполнили два документа. два документа, которые у нас располагаются в кадрах настройка. Мы с вами их уже смотрели. Раздел кадровый учет. И вот мы с вами отмечали флажками, что мы должны проставить флажок воинский учет. То есть флажок это чекбокс у нас. И соответственно ведем или не ведем учет бронирования по определенным сотрудникам. после того, как мы эти отчеты сделали, эти отметочки сделали, у нас в разделе допустим вот это у нас ERP, то есть раздел МСИ и администрирование, вот этот блок, у нас появился вот такой интерфейс. Я вам сейчас совершенно намеренно показываю вот это окошко из конфигурации зарплата и управления персоналом, то есть из зупа в ERP он точно такой же, только он немножко по-другому расположен. Значит, если мы с вами берем ERP, сейчас мы туда переключимся, демобаза ERP и у нас в этом случае в учетной политике вот у нас организация, вот у нас учетная политика и вот у нас закладочка зарплата и кадры, здесь у нас появился блок воинский учет и мы по гиперссылке изменить мы попадаем вот видите абсолютно такой же интерфейс, как мы только что с вами смотрели на слайде из зупа и вот два документа приказ об организации воинского учета и соответственно план работ по осуществлению воинского учета. То есть в этом случае мы должны план работы получаем уже готовый документ и если я была добросовестным сотрудником и заполнила все данные все поля в карточках и справочниках то у меня этот документ уже будет содержать нужную информацию. если я справочники не заполнила а поленилась и пробежала голубом по Европам то в этом случае видите у меня будут и в этом документе не заполнены поля и я уже должна буду в режиме ручного редактирования редактировать в печатной форме и потом у меня как у золушки протекло как только я закрою скорректированную печатную форму мои изменения все не сохранятся то есть естественно я вынуждена буду сохранять куда-то отдельно и так далее сохранить информацию я имею ввиду а вот эта часть то есть вот этот штампик уже у вас должен стоять от вашего военкомата то есть вы распечатываете план бежите с ним в военкомат и ставите отметку что вы план воинского учета и бронирования согласовали с военкоматом и зарегистрировали свой документ после составления плана точнее немножко нарушила последовательность извините то есть вы составляете план и составляете приказ об утверждении этого плана то есть принцип работы с этим документом такой же как с учетной политикой то есть есть учетная политика и есть приказ который ее вводит в действие здесь точно также есть план работ который мы с вами только что посмотрели и есть приказ об организации воинского учета в том числе и бронирования здесь опять та же самая ситуация то есть уже готовый составленный документ куда подставляется та информация которую вы ввели в справочнике ну и соответственно в этом случае у вас уже не надо сидеть корпеть над этим над этими документами у вас уже все готово от вас требуется только аккуратность и добросовестность так мы это все позакрываем и снова завернемся к нашим слайдикам то есть вот видите этот слайд который я сделала из конфигурации зуб и то что мы с вами смотрели сейчас на примере ERP абсолютно идентичным и теперь еще немножечко про текущую ответственность которая которая у нас действует уже введенная и то есть что мы должны делать с воинским учетом в ежедневной жизни вот все наши отчеты которые я вам как уже говорила значит вид отчета это сведения гражданине при приеме и при увольнении на работу то есть это мы должны подать отчетность в пятидневный срок с даты соответствующего кадрового события мы про это уже говорили и это у нас отчет ЕФС-1 то есть мы его подаем на следующий день и через 4 дня мы должны подать сведения в военкомат сведения о гражданах состоящих на воинском учете а также о гражданах не состоящих но обязанных то же самое военкомат и ссылка на нормативный документ то есть если у вас возникли какие-то сомнения в формулировках или еще в чем-то вы можете обратиться так сказать к первоисточнику обратите внимание что утвержден этот документ генштабом то есть вроде как и не трудовая инспекция и не налоговая инспекция но тем не менее здесь прописаны правила его заполнения и план работы по ведению воинского учета то есть этот отчет мы сдаем ежегодно до 31 декабря соответственно опять нормативный документ который его утверждает это методичка генштаба то есть вот это у нас ссылка на один и тот же документ а про про ответственность за нарушения этих требований мы с вами уже поговорили и так вернемся еще раз к нашим демо базам и откроем мы сейчас зарплаты управления персоналом зуб то есть как вы видите подбор персонал у нас сейчас ну во первых в общем-то очень комфортно модернизировано то есть мы можем вести отдельно справочник вакансии отдельно кандидатов причем это эти справочники раздельные они не перемешиваются и автоматизирован поиск резюме по заданным параметрам то есть когда мы вакансии заполняем требования и условия то соответственно по ним мы можем обмениваться информацией и сайтами то есть это чаще всего работа ру и соответственно принимать в базу какие-то какие-то материалы от сторонних сайтов ну например резюме от других организаций это может быть и служба занятости это может быть и всякие порталы по поиску работы ну headhunter то есть обмен достаточно удобный но единственное что первоначально естественно эти справочники требуют заполнения вдумчивого и внимательного поэтому к сожалению самый трудоемкий период это внесение стартовой информации то есть и о справочниках и об ответственных лицах которые должны эти справочники утверждать и штатное расписание которое тоже должно быть согласовано с руководителем главным бухгалтером ну то есть первоначальное заполнение конкретно в конфигурации зарплаты управления персоналом наиболее трудоемкий этап ну зато потом когда вы все это победили у вас появляется возможность очень комфортно работать с начислением зарплаты то есть вот зарплаты управления персоналом это чисто субъективное мнение одна из самых комфортных для работы конфигурации мы с вами возвращаемся к нашим слайдикам извините и я хочу еще раз показать наш титульный лист к сожалению наше время уже истекло и я хочу вернуться к титульному листу напомнить вам наши контакты наша электронная почта наша телефонная связь телеграм контакты и адрес сайта компания кодерлайн приглашает вас к сотрудничеству мы будем очень рады оказать вам любую помощь мы проводим и продажи и настройки и внедрения доработки ну то есть весь спектр работ с программным обеспечением семейства 1С и будем очень рады если наша помощь окажется вам кстати и надеемся на сотрудничество на дальнейшее сотрудничество на этом разрешите попрощаться с вами пожелать вам хорошего дня надеемся до новых встреч и до новых контактов всего доброго до новых встреч субтитры по всему и до новых さて Продолжение следует...